Продолжение следует... Моё знакомство с отцом Никоном произошло в городе Козельске, когда мне было лет семь, может быть, но не более восьми. Произошёл следующий случай. Моя мама пригласила его отца Никона по какому-то случаю домой. Я бегал на улице, но у меня в это время произошёл случай, от которого я не знал просто, куда деваться. Я глубоко страдал. Была кошка. У неё появились котятки, но она не давала им молока. Представляете, какая трагедия! И вот только когда я увидел, что идёт батюшка Никон, я тут же бегом к нему и изложил ему свою скорбь. Что делать? Он улыбнулся, правда, погладил меня по головке, и всё. И пошли в дом. И затем, значит, смотрю, стол, значит, чай. Сели за стол, меня тоже посадили. И что же вы думаете? Вдруг перед всеми нами эта кошка растянулась, и три котёнка впили с неё, и изо всей мочи сосут её. Так началось наше знакомство с отцом Никоном. Он меня привлёк тем, что отвечал мне на самые, кажется, страшные вопросы, которые только есть во Вселенной. Я был очень любопытный с детства. И вот тут мы с ним проводили очень немалое времени, когда он отвечал мне на каверзные, самые каверзные вопросы. Есть Бог, а если Он есть, то почему? Там и страдания, и войны, и несчастья. Он на всё это терпливо отвечал. Я задавал вопрос о религии, её происхождении. И если Бог один, то почему так много религий? Он мне такую пользу принёс, что я не могу выразить. Причём я человек по натуре такой спорщик всё-таки, и вступал с ним в дискуссию самую настоящую. Терпеливо слушал, отвечал. Но не только отвечал. Он давал мне книги. И вот здесь что произошло? У меня вдруг обнаружился голос, такой баритональный бас, и он мне предложил петь в хоре. Я начал петь, мне это очень нравилось. В школе, конечно, об этом узнали. Это же ужасное явление, это же погибает человек. Погибает. Помню, однажды я пою на клиросе, и вдруг заходит в церковь весь класс, в котором я учился. Представляете, что это было? Это очень, правда, здорово. Все знали, меня вызывали, разговаривали со мной и убеждали, что никакого Бога нет. Я кончаю уже, кончаю школу. Мне предлагают сразу на выбор несколько институтов, лишь бы только в семинарию не пошёл. Но батюшка Никон готовил меня в семинарию. Он объяснял мне, что такое духовная жизнь. Я такого никогда не слышал. Я думаю, церковь, что? Вот, соблюдаю всё, что положено. А оказывается, он говорит, фарисеи соблюдали всё положенное и распяли Христа. Вот так. Так что, и, значит, дальше, и когда я учился здесь в семинарии, в академии, мы с ним переписывались, и он действительно давал очень, я бы сказал, мудрые, святоотеческие советы и дал верное указание, как идти. Без святых отцов мы не можем верно понимать Священное Писание. Поэтому через них только мы можем верно ориентироваться в христианстве как таковом. Вот так. Так что он в моей жизни сыграл основную и важнейшую роль. Меня оставили преподавателем в аспирантуре сразу, а затем тут же на следующий год меня попросили в академии и через год ещё и в семинарии преподавать. Преподавать основное богословие или апологетику. И с тех пор я вот так и преподаю без конца. У меня не был такой вот выбор пути туда или сюда. Просто так шло и всё. Причём самое интересное, что вот если мои, смотрите, у меня два двоюродных брата, пять племянников, приняли сам, окончил, окончил здесь тоже, то у меня не возникало такой вот альтернативы или-или. У меня прямо всё шло именно по пути именно преподавания. Так что, если хотите, даже не возникало особой и мысли. Но, правда, были иногда такие случаи, когда надо было подумать. Но, видите, здесь преподобный Сергий тоже сыграл свою ой, какую роль. Однажды я читаю его житие, и вдруг он говорит там, приводит его слова – желание сана есть начало и корень властолюбия. У меня руки опустились. Я стал думать. Но потом увидел немало примеров, которые отвечают как раз с этой фразе. Ну, конечно, не по этой причине я не принял сана, но меня это, конечно, очень поразило. Конечно, сильное такое высказывание. Так что, мой путь – это путь исключительно педагогический. преподавание в духовной школе принципиально должно отличаться от преподавания в светских школах и отличаться именно тем, что главная задача педагога заключается в том, чтобы учащихся укрепить веру. и, насколько это возможно, объяснить, каков верный путь христианской жизни. Так что, задача преподавания состоит не в том, чтобы узнать просто, а в том, чтобы получить вот этот огонёк жизни христианской, православной. Вот тогда это будет педагог, то есть тот, который ведёт, ведёт вот юношество куда? Путь и обосновать его. В каждом вопросе всегда есть много граней. И каждый преподаватель, мне кажется, понимает, что повторять одно и то же – это невозможно. и поэтому всегда ищет то новое, что стоит, о чём стоит сказать, сказать студентам. Такие повторения, которые, вы знаете, нагнетали какое-то уныние и скуку, такого не происходило, по крайней мере, в моей душе. И поэтому вот я как-то всё-таки избегал вот такой такой рутины, которая может иметь место в постоянном повторении одного и того же. Мне доставляет радость, когда вдруг я иногда начинаю говорить о вопросах духовной жизни, но не от себя. Избави Бог, я очень это боюсь. Я начинаю перелагать то, что, как мне кажется, как я понимаю, пишут святые отцы. В чём состоит вот эта именно духовная жизнь? То, о чём мы сегодня с вами начали, о чём говорил Игумен Никон. И вот, когда я вдруг я вижу, что вдруг встречаю не только сочувствие, но даже вижу, что это принимается, этим интересуется, тогда мне это приносит действительно удовлетворение. но и когда вижу наоборот неинтересно, уткнулись куда-то, ещё что-то, то есть меня расстраивает отсутствие интереса к самому главному, чем угодно человек занимается, а тем сокровищем, которые находятся в душе человека, о которой сам Христос сказал Царство Божие внутри вас, этим ли не заняться, и вдруг это не вызывает никакого интереса. Какая беда! Недаром мы находим слова «Поскольку ты лишь тёпл, а не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». вот приходится встречаться с тем и другим явлением. Одному радоваться, а другому ну, прям скорбеть, скажу вам так. Конечно, по-человечески бывают же какие-то моменты, которые приносят радость чисто внешнего характера. Я бы сказал, это радость кожи, вот так. Но бывают моменты и такого глубокого удовлетворения и ощущения некоторого мира в душе и радости. Но эти вещи уже они непередаваемые, о них и говорить уже не хочется. Но это единственное то ценное, то ценное, на что, как мне кажется, должно быть направлено внимание. Однако здесь вот не могу удержаться, чтобы не сказать опять чрезвычайно важный момент, о котором говорил Игумен Никон. Ни в коем случае в своей христианской жизни нельзя никогда искать вот этих внутренних радостей, стремиться к получению этих радостей, к переживанию этих радостей. И он приводил такой пример. Когда человек тонет, чего он ищет? Радостей ищет спасение. И когда человек получает друг, друг ему протянули посох или руку вытаскивает, разве может быть большей радостью, чем получение спасения? Но это уже естественная радость, достойная радость, истинная. А если человек ищет радости в духовной жизни, то это первый признак, что он стал на ложный путь. И здесь ему грозит большая беда. истинная Продолжение следует... Продолжение следует...